Здравствуйте! В эфире Национального телевидения «Чуваши» программа «Правительственная связь». И сегодня об оказании бесплатной юридической помощи населению мы говорим с министром юстиции Надеждой Викторовной Прокопьевой. Добрый вечер. Добрый вечер. Надежда Викторовна, что такое бесплатная юридическая помощь населению и чем она отличается от платных юридических услуг? У нас Конституция Российской Федерации и Конституция Чувашской Республики предусматривает гарантии оказания граждан квалифицированной юридической помощи. В определенных случаях предусматривают, что эта юридическая помощь квалифицированная может быть бесплатной. Это относится к государственным услугам? В данном случае оказание бесплатной юридической помощи относится к государственным услугам. Эта помощь может оказываться как государственными органами, это государственными органами исполнительной власти, подведомственными учреждениями, получается, в рамках государственного юридического бюро или адвокатами, это будет государственная услуга. Но может быть еще и не государственная услуга, это как бы не государственная система оказания бесплатной юридической помощи. Данная юридическая помощь также оказывается бесплатно, но это юридические клиники при вузах, которые у нас также существуют, это нотариусы, это правозащитная организация, ну и другие общественные организации, то есть которые тоже своей установленной деятельностью могут также оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам. По государственной линии основная доля нагрузки по оказанию бесплатной юридической помощи лежит на ком? По государственной линии я хочу, конечно, остановиться сначала, что у нас вот бесплатная юридическая помощь регулируется недавно принятыми федеральным законом бесплатной юридической помощи, который был принят в конце 2011 года, и в целях его реализации уже в Чувашской республике в 2012 году у нас был разработан и принят свой закон о бесплатной юридической помощи. Кроме этого были приняты ряд подзаконных актов, целый ряд постановлений Кабинета министров, с помощью которых реализуется право граждан на получение бесплатной юридической помощи непосредственно у нас в Чувашской республике. То есть и закон, и механизм. Да, и механизм его реализации непосредственно. Ну где-то у нас, так как это новый закон, мы его очень долго ждали, более там шести лет разрабатывался федеральный закон, вот наконец-то он принят, и получается мы в кратчайшие сроки в республике смогли разработать и создать нормативную правовую базу. Где-то в течение полугодия у нас было принято более 26 нормативных правовых актов, и уже где-то в прошлом же году мы с августа уже начали реально реализовывать данные полномочия, предоставленные гражданам федеральным законом, законом Чувашской республики. То есть закон уже реально работает больше полугода? Да, он уже из прошлого года, он уже реально работает. Надежда Викторовна, а кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи? Ведь далеко не всем. Да, конечно. Закон предусматривает определенные категории граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Но, как говорится, платная юридическая помощь граждане, имея достаточное материальное обеспечение, могут сами пойти пригласить адвоката любого, адвокаты высококвалифицированные оплатить самостоятельную юридическую помощь. Но не все категории граждан могут самостоятельно оплатить юридическую помощь. Мы с вами это прекрасно понимаем. Поэтому закон именно определяет те категории, которые сами не могут оплатить получение квалифицированной бесплатной юридической помощи, то государство практически берет на себя расходы за предоставление тем или иным категориям граждан, я на них остановлюсь, получения им бесплатной помощи. Но это какие категории? В первую очередь, это малобеспеченные слои населения, это инвалиды первой-второй группы, это дети-сироты, это дети-инвалиды, это престарелые граждане, которые находятся в учреждениях социального обслуживания. Ветераны войны, я полагаю. Да, конечно, ветераны войны. То есть это те категории граждан, которые действительно нуждаются в поддержке государства, в том числе и по оплате страны государства за предоставлением бесплатной юридической помощи. То есть они не в состоянии сами оплатить услуги адвокатов, но это не значит, что их можно оставлять один на один. Конечно, поэтому государство берет на себя расходы. И мы практически уже, руководство республики уже в прошлом году пошло по пути, изложили бюджет, при одном из уточнений бюджета, денежные средства, которые именно направляются на компенсацию расходов адвокатов по представлению бесплатной юридической помощи вот таким категориям граждан. То есть бесплатно ее можно назвать только условно? Она бесплатна для получателей услуг? Да, конечно, бесплатна только для граждан. А республиканский бюджет полностью компенсирует расходы адвокатам. У нас, получается, в республике мы пошли по пути предоставления вот такой бесплатной юридической помощи в соответствии с законом республики, бесплатной юридической помощи пошли по пути оказания их адвокатами. А так Федеракон предусматривает два вида оказания квалифицированной юридической помощи. Это путем создания государственного юридического бюро, это создается государственное учреждение и набирается штат, и они работают и оказывают бесплатно, получается, данным категориям граждан юридическую помощь. Мы пошли по пути оказания данной помощи адвокатами, но исходили из чего? Потому что адвокаты есть в каждом городе и районе Чувашской республики, то есть их достаточно много. В республике более 300 всего адвокатов. И доступность, ну то есть более доступна в данном случае. То есть и не было необходимости создавать дополнительные? Ну это да, это практически, во-первых, временные затраты по созданию этого самого учреждения, это подбор кадров, и если мы даже наберем, ну пусть там 20-30 штат этого государственного юридического бюро, то охватить всю республику практически она будет менее доступна. Вот, то есть эти расходы будут оплачиваться из республиканского бюджета. Мы все-таки сходили из того, чтобы она была более доступна, и вот практически пока вот пробуем оказывать данную помощь в республике через адвокатов. Посмотрим, как покажет время, как, насколько они будут качественно, конечно, оказывать эту помощь, потому что второй-то вопрос, доступность мы как бы решаем, а второй вопрос, это качество оказания юридической помощи. Мы это, конечно, будем анализировать, проводить мониторинг, и, возможно, будем носить какие-то коррективы. То есть посмотрим, будем, наверное, и обращаться к гражданам, чтобы они высказывали свое мнение, насколько качественно оказывают адвокаты им данную юридическую помощь, и, возможно, будем носить какие-то изменения. Надежда Викторовна, а адвокаты делятся на так называемых бесплатников и платников? Есть только те, которые оказывают исключительно платные услуги, а есть, допустим, только те, которые оказывают исключительно бесплатные? И как вот определяется их уровень компетентности? Ну, в данном случае, как федеральный закон, так и закон Чувашской республики регулирует эти вопросы, и в системе оказания бесплатной юридической помощи задействованы не все адвокаты. То есть адвокатская палата Чувашской республики сама решает, кого включить в данный список адвокатов, которые будут представлять гражданам бесплатную юридическую помощь, а кого не включить. То есть такие списки адвокатов составляются ежегодно в Чувашской республике, и они составляются до 1 января следующего года. То есть в декабре прошлого года были составлены списки адвокатов на 2013 год. Туда вошли не все адвокаты, которые имеют право заниматься адвокатской деятельностью в Чувашской республике, а именно наиболее квалифицированные адвокаты. Все-таки вот по компетентности, по профессионализму. Но их у нас где-то чуть менее 300 адвокатов в Чувашской республике, которые имеют право оказывать в 2013 году бесплатную помощь гражданам. Вполне вероятно, что на следующий год этот список либо расширится, либо наоборот сократится. То есть это такое достаточно живое. Это решает адвокатская палата уже путем анализа, наверное, качества оказания юридической помощи теми адвокатами, которые были включены в данный список. Надежда Викторовна, вы сказали о том, что в каждом городе, в каждом районе есть адвокаты, что их около 300, которые оказывают бесплатную юридическую помощь. И они закреплены каким-то образом за своей клиентской аудиторией? То есть по месту жительства нужно обращаться к своему адвокату? Совершенно не обязательно. Практически гражданин, который имеет право на получение бесплатной юридической помощи, может обратиться к любому из данного списка адвокатов. Но если ему удобнее, конечно, обратиться в своем районе, потому что это тоже ведь доступность, то, конечно, он будет обращаться в своем районе. Но если он хочет найти или как-то более квалифицированно, или хочет обратиться к адвокату в городе Чебоксары, нет вопросов. Единственное, нужно посмотреть именно список адвокатов. А список адвокатов размещен как на сайте Министерства юстиции Чувашской республики, на сайте Адвокатской палаты Чувашской республики. Мы его полностью весь список печатали в средствах массовой информации, газеты Советской Чуваши, газеты Чебоксарские новости. И довели мы данный список до всех администраций городов и районов, до центров социального обеспечения населения, до пенсионных отделов и отделений Чувашской республики, до центров занятости, потому что это важный момент, где можно узнать этих адвокатов. Кроме того, важный момент, наверное, для граждан, это то, что в этих списках указаны не только фамилии, имя и отчество того или иного адвоката, но указан адрес его местонахождения, служебный телефон и сотовый телефон. В согласовании с адвокатами мы тоже указали все сотовые мобильные телефоны. И там уже граждане созваниваются, договариваются о приеме. То есть можно заранее записаться? Да, конечно. То есть они уже... Установлены специальные часы приема, но уже по телефону связаться можно с адвокатом и уже договориться о времени приема, о времени встречи. Насколько активно граждане используют вот такую вот государственную услугу в бесплатном виде, юридическую помощь? Знают об этом? В целом я полагаю, что эта услуга должна быть востребована иметь всеми категориями граждан, но мы должны довести, чтобы граждане знали, мы должны провести работу разъяснительную, довести до каждого, чтобы он знал о своих правах. В этих целях, конечно, нами много делается. Это с прошлого года мы после создания правовой базы мы стали активно эту работу проводить. Во-первых, это было, можно сказать, неоднократное выступление в средствах массовой информации, как были и мои интервью, так и моих работников. Это были выступления на радио сотрудников Министерства юстиции, адвокатской палаты. Это работа со СМИ, чтобы граждане доводили. Затем мы пошли еще, чтобы практически каждый знал о его праве, конституционном праве получить бесплатную юридическую помощь. Мы изготовили информационные справочники, так сказать, буклеты. Вот один из таких буклетов, где коротко и четко прописаны все необходимые сведения по закону бесплатной юридической помощи. То есть кто имеет право, в каких случаях, на какую помощь, куда обратиться. И мы решили, что вот такую информацию нужно довести до каждого, кто имеет право на такую помощь, в Чувашской республике. Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Чувашской республики мы адресно организовали работу, изготовили данные информационные буклеты. И сейчас у нас идет в взаимодействии с главами администрации городов и районов Чувашской республики адресная доставка до каждого гражданина, чтобы было совещание с главами администрации. Я лично выступала перед ними и попросила оказать нам помощь и содействие в адресной доставке данных информационных справочников. И вот, уважаемые граждане, когда вы получаете такие справочники, вы их внимательно изучите. Это именно они предназначены вам, чтобы вы могли знать свои права, в каких случаях вы можете получить бесплатную юридическую помощь. То есть именно данная юридическая помощь, которая будет вам предоставлена адвокатами, она будет оплачена из республиканского бюджета. Это немалые деньги, которые будут оплачены за ту или иную помощь, которая будет предоставлена. И чтобы вы могли воспользоваться вашими правами. Не стесняйся. Да, не стесняйся. Надежда Викторовна, а в каких случаях оказывается бесплатная юридическая помощь? И какие вот случаи наиболее часто попадаются? То есть по какому поводу обращаются? В каких случаях? Ну, в первую очередь, это же личные вопросы. Это совершение сделок с недвижимым имуществом. То есть это важные моменты, социально важные моменты. И закон в данный момент предусматривает. Это, получается, признание права собственности на земельном участке. Это пенсионные вопросы с признанием права на пенсию, перерасчетом пенсии, пенсионные вопросы. Это трудовые вопросы. Вот такие наиболее распространенные случаи, с которыми граждане могут столкнуться, и жизненно важные, все они предусмотрены в законе. Вот. И какие виды? То есть какие виды могут получить граждане? Это они могут получить как устную консультацию, вот по тем случаям, которые предусмотрены в законе. Могут также получить письменную консультацию. Кроме того, адвокаты могут составить исковое заявление в суд, если требуется такая необходимость. Могут представлять их интересы в судах. Суды, как в суде первой инстанции, в апелляционной, конституционной и так далее. То есть вот все эти услуги республика взяла на себя обязательства. То есть она будет оплачивать адвокату за оказанную помощь гражданам. А предполагается расширить список таких вот услуг? Ну, мы же с вами знаем, что закон только начал действовать. Буквально полгода реально, как гражданам предоставлено такое право на получение помощи. Мы будем анализировать, конечно. Сегодня наиболее всежизненно важные ситуации, они предусмотрены в законе. Но федеральным законом право с субъектом предоставлено. И путем... какое-то время пройдет, мы проанализируем. И вполне возможно, мы будем носить какие-то коррективы, в том числе и по предложению самих граждан. Такое возможно. Будем анализировать. Надежда Викторовна, и что необходимо для того, чтобы воспользоваться бесплатной юридической помощью? Какие документы, какие-то справки, какие-то там подтверждения? А, ну для этого нужно, как известно, обратиться к адвокату, предоставить документ, удостоверяющий личность. То есть, как правило, у нас это паспорт. И предоставить документ, который подтверждает именно отнесение его к той или иной категории. То есть это или малообеспеченный гражданин, или там ветеран войны, или инвалид первой, второй группы и так далее. То есть вот практически два документа, которые необходимы при обращении к адвокату за получением данной помощи. Ну, там уже, когда он обратится, он напишет соответствующее заявление адвокату. Но для обращения нужны всего два документа. Надежда Викторовна, а средства бюджета республики на оказание бесплатной юридической помощи заложены в необходимом объеме? То есть не боитесь вы, что, допустим, после нашей передачи наплыв такой возникнет, и средств может не хватить? В республиканском бюджете заложено достаточное средство, как на 2013 год, так и на последующий 2014-2015 год. И в целом со стороны руководства республики принят максимум всех тех мер, которые гарантируют гражданам, проживающим в Чувашеской республике, получение права на квалифицированную бесплатную юридическую помощь. Теперь больше дело стоит за тем, чтобы адвокатским сообществом, естественно, при контроле стороны Министерства юстиции, данная помощь юридическая представлялась гражданам качественно, на качественном уровне. Чтобы действительно те проблемы, которые стоят перед категорией граждан, имеющих право на такую помощь, они были реализованы. Вот, наверное, это следующий этап, который, я думаю, мы с адвокатами будем реализовывать. Ну что ж, спасибо вам большое, Надежда Викторовна. А я напомню, что сегодня нашим собеседником была министр юстиции Чувашеской республики Надежда Викторовна Прокопьева. Всего доброго, спасибо за внимание и до следующего сеанса правительственной связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова